Значит, ребятки, быстренько сниму, чтобы снять все вопросы. Очень часто задаются вопросы, чем отличаются корзины КМЗ дизельные и бензиновые. Вот лежит у меня бензиновые, вот лежит у меня дизельные. Ну, визуально отличий нет никаких. По вот этой плоскости отличий нет никаких. Пробовал я ее, вставлял вот дизельную в бензиновый маховик. Она свободно заходит, все отверстия совпадают, все отлично. Вот, отличие только одно. Диаметр вот этого пятака нажимного. Здесь он чуть меньше, здесь он чуть больше. Ну, и соответственно, лапки и пружинки, наверное. Все, что с ним связано, могут не подойти. Но в сборе корзина отсюда туда подойдет. И наоборот тоже. Вот он выжимной. Честно говоря, не помню с чего. То ли с бензином, то ли с дизелью. Вот он здесь. Здесь, по-моему, это все-таки дизельный. Здесь он чуть-чуть, скажем так, больше. Здесь он чуть-чуть меньше пятака. Вот. Ну, и там, и там он будет работать спокойно. На крайняк, если вдруг что-то у кого-то что-то не подойдет. Я думаю, что внутренние обоймы выжимного у всех одинаковые. А разница только в подшипнике. На бензиновом, по-моему, 60,06. А на дизельном 60,08. Ну, и, соответственно, вот эта внешняя обойма, она другая. Но это уж, если уж сильно заморочится, то можно выточить вот эту обойму. Для токаря не составит труда в размер пятака прям. И перенасадить все это. Вот. Ну, вообще, я думаю, что можно просто снимать, ставить, и все должно работать. Все. Всем спасибо за внимание. Все свободные. И я пошел работать.